Полтора десятка обстрелов в течение дня в зоне АТО. Один боец ранен. Непростая ситуация в районе освобожденного поселка Зайцево под Горловкой. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Провокационные обстрелы ночью и днем. В полдень слышно, как бьет вражеский пулемет. Его пули достигают мирных улиц. Рядом контрольно-пропускной пункт Майорск. Прикрываясь мирными жителями, наемники вели огонь по нашим бойцам. У нас есть, на жаль, втрати в результате выхода ДРГ. Одного військовослужбовца взнял снайпер. Продолжают працювать. В основном, это стрелкотня, ДШК, СПГ, БМП-1. В основном провокации стрелецкой зброи. Бойцы говорят, ночью оккупанты используют легкую бронетехнику, часто попадают в мирное жилище. Ночь началась с обстрела БМП-1. Всегда оно начинается с мелкого калибра. Потом переростает. Больше. В основном, когда они реагируют, никто, нигде ничего не обращает на них внимания. Тогда у них самая душа такая живота, и они начинают душа обстреливать. Чтобы только вымануть людей. Они хаотично стреляют. То есть, у простых людей, чем у нас, они даже не знают результаты своей стрельбы. Диверсантов круглые сутки можно встретить в лесополосах. Обстреляют, потом уходят. В Зайцево нет света уже около года. Боевики перебили линии. Несмотря на опасность, ремонтные бригады тянут электричество с подконтрольной Украине территории. Территория разминирована. Все деревья и кусты спилены. Сейчас идет установка опор электропередач до освобожденного Зайцево. Ремонтники понимают, они на линии огня. И мирные жители, и военные считают их настоящими героями. Потому что там разбомбились, люди без света сидят. Раз мы здесь работаем, значит, пока еще можно работать. Боимся, конечно, не боится только дурак. Боимся, конечно, это же линия ограничений. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.